Техники в сагитаеме плоскости, они имеют колоссальное преимущество. И удар ногами тоже, мая гири, если правильно бьешь, и коленом прямо удар, они залезают чаще, чем те, которые со стороны идут. Чаще. Для тех, которые со стороны идут, всегда нужна подготовка серьезная. А если посмотреть на соревнования, где там-то боксеров, даже, которые готовы, стоят в защите, то очень часто противник, который быстро выбрасывает джеб, он просто одиночными накернивает на оппоненту своему, просто успевая стукнуть, причем он может стоять, закрывшись, а он в разрез пролезает. В разрез лезет и лезет туда. И в конце концов можно так накернить за 6-7 раундов, что уже голова трясется, и там уже другие техники пошли. То есть, оно же накапливается все это дело. Вот. Поэтому нарабатывать на макеваре эту технику можно, нужно, и довольно-таки несложно. Только надо. Но абсолютное большинство людей на макеваре не работают такие техники. В силу того, что даже не знают, как начать думать на эту тему, как на макеваре можно нарабатывать такие техники. Можно. Все методология и сама последовательность, в общем-то, та же самая. И надо затронуться сразу же некий промежуточный момент. Это такой, значит, удар, как удар с вертикальным кулаком. В карате называется татетски. В боксе есть, значит, разновидность, которая называется джолт. То есть, удар вертикальным кулаком вперед. Она похожа, в общем-то, по сути своей. То есть, принцип мы применяем тут тот же самый. И он является промежуточным, значит, между вот этим и прямой техникой. Просто как раз вот именно среднее звено. Можно выполнить его немножко дальше, чем этот. Разогнуть на любое расстояние. На любое. И, в принципе, когда прямую мы технику бьем, то мы через фазу с джолта проходим. Вот она здесь. Если встретишь мишень здесь, у тебя кулак должен санзакимироваться. И сам удар должен, в общем-то, получиться. При том условии, если ты, конечно, движешься именно с локтя и бедра начинаешь удар. А не там бедро, а потом кулак полетел. Получается, что ты проходишь эти все фазы. Отсюда. Вот он, да. То есть, в любом ты вместе встретишь можешь этот контакт. У тебя удар получится. Поэтому мы этот удар тоже рассмотрим. Но я вот на том этапе, на котором ты же с самого нуля начинаешь на макивале работать, я не хочу рассматривать его прям как совсем отдельную технику. Конечно, на более продвинутых этапах мы его рассматриваем как отдельную технику. Потому что там есть нюансы. Их очень много. Но дабы башку не засорять сейчас, сразу мы рассмотрим вот с этого. Тем более, что в том цикле занятий, которые мы ведем, у нас времени хватает именно на то, чтобы еще рассмотреть хорошо, предметно, детально этот удар. И его на практике поработать довольно-таки много времени. Вот так вот. Ну, в общем, сантеретическая часть закончена. Продолжение следует...